И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Все, на завод устроился. Извините меня, деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, заводик подождет. Рачевня, объясни мне нормально, о чем будет видео? А то ты что-то вокруг да около сегодня. Уж точно, дружище, не о твоем заоблачном интеллекте. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. Разговор таки у нас сегодня пойдет об идеальной замене Warface. И нет, друзья, это не эта игра, которая у нас первое время будет на фоне, потом ее заменит лучшая игра от Mail.ru по версии Gmail.ru. Почему так? Ну, потому что, как бы, заменой Warface она не станет. Да и вообще, честно говоря, сегодня глобально речь пойдет не о Warface, а об индустрии классических командных сетевых шутеров, да и вообще шутеров на сегодняшний день. А также о заблуждениях игроков и разработчиков об этом жанре. Я считаю, что как человек, который играет в принципе с момента примерно зарождения данного жанра, годков мне всего лишь 38, и кое-что по этому поводу сказать я точно право имею. И для начала у нас действительно будет вот эта игра под названием Shatterlion. Новиночка. И должен признать, новинка реально классная. Мне, честно говоря, зашла. Однако то некоторое количество людей, которые считают, что данный шутер заменит Warface, очень сильно ошибается. Хотя бы по той простой причине, что Warface у нас популярен исключительно в одном регионе, на постсоветском пространстве. А на постсоветском пространстве футуристические шутеры никакой популярностью не пользуются. Как правило, какими бы хорошими они не были. Как говорят наши игроки, нам эти фантастические свестоперделки нафиг не сдались. Честно скажу, никогда этого не понимал, я вот научную фантастику Будущее, Космос обожаю. Но с региональным и национальным менталитетом и предпочтениями считаться всё-таки приходится. Однако у разработчиков данной игры, как таковых, заблуждений на этот счёт не было. И не было никаких иллюзий, они их не питали. Глава проекта Макс Дембик в одном из своих интервью, за которыми я следил, говорил, что их игра будет во многом ориентирована в первую очередь на западную аудиторию. А там, как правильно заметил Макс, люди очень любят фантастику. И, мол, суровый милитари их давно не интересует. Но вот тут Макс очень серьёзно ошибся. Почему, скажу позже. И да, друзья, как я уже сказал, мне лично игра понравилась, как любителю, собственно, таких футуристических шутеров. Не всё, есть кое-какие моменты, анимация передвижения персонажей всратые, ПВЕ мне не зашло, показалось скучным. Но в целом, большая часть геймплея, после того, как я освоился, где-то там через минут 30-40 игры, очень, даже очень, прямо скажу. Но в своих предположениях, что игра в СНГ будет автоматом многими отвергнута и в итоге даже не опробована, я не ошибся. Почитал комментарии под коллегами видос по этой игре и тут же убедился. Никакого успеха Шеттерлайну массового здесь точно не светит. Да что уж далеко ходить. Апекс Леджендс, например, у нас не шибко-то популярен. Хотя, скажем, на Западе он весьма популярен. А в Японии так это вообще культовая игра. Вот уж, вот уж, извините меня, никогда не поймёшь этих загадочных азиатов. Интересно, а компания Activision Blizzard, когда создавала свой первый Старкрафт, она вообще могла предположить, что эта игра станет просто культовой, просто национальной игрой и национальным видом спорта в Южной Корее? Наверное, нет. Но вот так вот. Иногда бывают сюрпризы. И удивить можно самого себя. Однако, друзья, всё тут не так радужно. Я объясню почему. Шеттерлайн, вне всяких сомнений, я считаю, не зайдёт в СНГ. Но есть подозрения, что она может и не зайти на Западе. Чё-то я не пойму. У нас не зайдёт, потому что фантастика. А у них-то почему не зайдёт? А потому, мой друг, что это не первая красивая футуристическая игра с интересными механиками, со способностями, ультами всякими, с классическими режимами, такими как там подрыв и так далее, которая вдруг не заходит на Западе при всей своей красоте. То есть, вроде, знаешь, такой вот беспроигрышный комплект, но сосать. Нифига не Valorant. До этого, как минимум, был Rock Company. Ну, из тех, которые были на слуху проектов. Всё классно. Кстати, очень похожа была на Шеттерлайн. Я сейчас не знаю, она вообще существует, нет. Ну, может быть, с онлайном пару тысяч человек как-нибудь там потихонечку где-то там доживает. Сразу скажу. Популярность той или иной игры часто можно видеть просто по запросам в Гугле или Ютубе. А самое простое по просмотрам в Ютубе. У Rock Company просмотров просто нету, даже на Западе. А наиболее популярное видео, это видео в стиле «Почему игра умирает?». На самом деле, она умирает по одной простой причине. Она ничем не выделилась, не зацепила и не выстрелила. И выстрелит ли Шеттерлайн на Западе, я не знаю, честно. Потому что я думаю, что Rock Company выстрелит. Как я понимаю, угодить западной аудитории настолько, сука, тяжело, что наши по сравнению с ними просто курят где-то в сторонке. То есть там можно сделать классный шутер, интересные механики и нифига не попасть в точку. От слова совсем. Разговор у нас такой, да, сегодня немножко с темы на темы, как истинный шизофреник. Но мы будем говорить вообще, как сделать не только идеального убийцу Warface, но и игру, которая зайдет и у нас, и на Западе. И станет реальным хитом. Первое, что мы должны учитывать, игра с сильным футуризмом у нас не зайдет однозначно. Игра с реализмом у нас почти наверняка хотя бы плюс-минус зайдет. В основном да, но иногда и нет. Спорные какие-то у тебя утверждения. А как же Калибр? Во, кстати, Калибр, да, Кэп. Хороший пример. Как раз тот случай, когда может быть и нет. Игра, которую ждали. Я, наверное, без шуток, наверное, миллионы ждали Калибр. Там просто очереди в первые дни теста, да даже на закрытых многих альфа-тестах. Там просто, сука, не протолкнуться было. Ждали. Все, сука, всем миром, всем постсоветским пространством ждали. К сожалению, дождались. Нам выкатили охрененную обёрстку. Интереснейших оперативников. Интересное описание. Ну, не самую, может, крутую графику, но вы знаете, вот при всём остальном, что было сказано, прямо вот стиль этот модельки классный, в принципе. Движение, кстати, анимации, ну, не идеальное, ну, вот не так уж и много дорабатывать оставалось. Вооружение, сука, сочное. Все мужики с завода пришли на тест, блин, полный литр такой прям стакан налили. Ждут. Вот он, контент сейчас будет. Но когда люди стали играть, то даже вот самые законченные подпивасы, они сказали, блин, ребята, а чё это такое вообще? Разработчики пытались вот просто с нуля и запрести велосипед. И это ещё одна огромная проблема многих разработчиков. Они, понимаете, они творческие люди. Я вот тоже творческий человек, но надо немножко быть на земле, с реальностью всё-таки дружить. Иначе это заканчивается дуркой или калибром, голубчик. Либо полным провалом той работы, над которой вы трудились многие годы. Что, собственно говоря, и произошло с калибром. В плане онлайна и, я думаю, активности реальной в игре, они вот с Rock Company братья. Не знаю даже, кто из них кого опережает. У игры было всё. Видно по некоторым моментам визуальным, что был бюджет, была охрененная просто реклама, был выдержан градус интереса просто максимально. И был наиважнейший фактор. Гигантская просто аудитория, которой этот проект ждала. И этот проект просто в первый же день обосрался конкретно. С подливой. Просто потому, что разработчик совершенно не шарит геймплея. Разработчики, которые работали над этой игрой, они вообще не игроки. И у них не было никаких нормальных, адекватных тестеров, которые вообще понимают в играх и могут опробовать этот кусок кода. Разработчики, вместо того, чтобы реально оценивать жизнь и немножко хотя бы спуститься на землю, витали где-то в облаках и думали, что они всех у тебя. Мы сделаем новые танки. Но вообще-то это всё равно шутер. И хоть вы сто раз скажите игрокам, что это не шутер, это всегда будет восприниматься как шутер. Это мужики, которые бегают с автоматами. И хоть что-то от шутера здесь нормальное должно быть, кроме слова шут, стрелять. Какие-то внятные, наверное, более-менее реалистичные механики. Ваншот голову, допустим. Это же у вас милитари-шутер, у вас там реализм, у вас там сотрудники ФСБ, но у вас почему-то 5 выстрелов надо в голову там, ну условно сделать, да? Это же бред. У вас многие снайперские винтовки в голову не ваншотят. У вас сотрудники Альфы, которые, блин, многим спортсменам дадут фору, почему-то бегать могут только в первом раунде, потом полраунда им надо сидеть. Хотя пробежал он реально, если посмотреть, 200 метров. Вообще до лампочки сколько у сотрудника Альфы весь этого там разгрузка. Я уверен, что реально сотрудник Альфы может полкилометра, а то и километр в ней, как лошадь пробежать, потом отдышаться за 5 минут и ещё километр пробежать. На заметочку у нас пацаны в армии с миномётной плитой бегали. Нет, не потому что могли, потому что их, сука, никто не спрашивал. А было это в противогазе. Более того, это сделает более-менее любой спортивный подготовленный человек. А превращать элитного спецназовца в какого-то алкоголика-доходяку прокуриного, который бежит 200 метров, потом 5 минут отдыхает, ну это бред, с каким бы весом он там не бегал. Ну и так далее, вы меня поняли, в общем. Это шутер, как говорят, он типа создан был там не для игроков-шутеров, но его отца его никто не оценит. В нём нет вообще ничего цепляющего, абсолютно. Можно было просто сделать кузуальный шутер, а-ля вот стилистики реализма и спецназа. Можно было бы сделать тот же Rock Company, только вот калибр. И поверьте, в СНГ бы это выстрелило бешено просто. Если бы не как Warface, то аудитория была бы приличная, и разработчики ни в чём бы себе не отказывали, как и игроки. Да что ты говоришь, вон World War 3 очень даже реалистичная. И где популярность? А это копчик тоже отличный пример. World War 3, игра, у которой, казалось бы, всё есть. У неё отличный Time to Kill, у неё тоже реализм, у неё, кстати, вот хорошо там худ, модельки там, менюшку переделали. Вот всё классно. Кто скажет, а почему не зашло? А я скажу почему. Потому что ещё когда только Мэйл выкупил у поляков этот проект, ну я как понял, они там выкупили, может даже целиком студии, эту Farm 51, как они там с ними работают, точно не знаю, но я думаю, там Мэйл денюжки вливал очень неплохо, потому что поляки, как я понял, были там вообще на грани, на грани. Ну, Мэйл-то бабок дал, какие-то идеи подкинул, и ребята из Farm 51 ринулись их и реализовывали. Опять же, я очень сомневаюсь, что у них были хоть какие-то адекватные с опытом в шутерах советчики, ну такие как я. Я знаю, я сегодня скромен, но я почему-то уверен, что если бы я этот процесс контролировал, извините меня, такого пиздеца бы не получилось точно. В итоге проект был на доработке пару лет, в итоге они выкатили практически такой же сырой шутан в World War 3, и ладно бы сырой, они не решили главных проблем. Игра ориентирована на очень, скажем так, небольшую аудиторию, даже по мировым меркам. Это любители глобальных баталий, а-ля Battlefield. Чтобы вы понимали, Battlefield, да, она как-то на слуху, но просто она первая среди равных, скажем так. И Battlefield всегда было далеко, они всю жизнь у них были лабры. Мы когда-нибудь вот добьемся популярности Call of Duty. У них даже, помню, во времена Modern Warfare 2 и Блокопса 1, у них там были рекламные кампании, что типа вот реклама была в стиле у нас есть то, что вы любите, там, нюб-тюбс, типа там, подсольные гранатометы, там, имбовые, как Call of Duty и т.д. и т.п. В общем, с намеком, типа, мы делаем лучше Call of Duty. Ни хрена они лучше не делали никогда, и Battlefield почти всегда, в большинстве случаев, за редким исключением, он обсирался полностью, полностью, полностью обсирался перед Call of Duty по популярности. И его популярность очень быстро гасла, в отличие от Call of Duty. То есть, ориентир был вообще не тот взят. Второе. Отсутствие нормальных режимов и карт. Ну, то есть, в общем-то, из первого вытекает. Чтобы завлечь аудиторию массовую, нужны простые, доступные, понятные режимы, как ангар в Warface, или аналогичная карта, скажем, в Crossfire, или как подрыв на Dust 2, блин, в Counter-Strike. То есть, вот это настолько просто, это настолько элементарно, ну, почему-то до этого никто не доходит. Надо что-то придумать. Либо слезать не самый популярный проект. И, конечно же, отсутствие рейтингов, дорогие мои. Да-да-да, у нас, у нас на постсоветском пространстве, как бы, кто-то обидится, но говорю прямо, у нас люди вот это, у меня длиннее, чем у соседа, это вот, вот у нас чуть ли не самое главное, в том числе и в шутерах. Пока что, к сожалению, мы в этом культурном плане еще не выросли. У нас, знаете, мечта, как у арабского шейха. Вот у них примерно то же самое, вот в менталитете, в мышлении. У него какой-нибудь супер-майбах с крыльями, как у павлина, искусственными сделанными. И рядом кортеж едет, такие полицейские лимузины, и вот он такой едет, короче, что все на него смотрели. Вот у нас то же самое, вот на постсоветском пространстве это прямо один в один. Не, ну так, если подумать, это колхоз, конечно, тот еще. Извините, я не про вас. Мы все делаем вид, что мы скромные, но в душе мы, сука, нифига не скромные. Это именно наши люди так любят, прямо очень любят. Делиться в личных сообщениях, на стенах в соцсетях, там, ВКонтакте, скриншотами. Смотрите, я выбил золотой донат. Или, пацаны, я глобала апнул первую лигу в Варфейсе 12 раз подряд. Я лучший из задротов. А вы все грязь, понимаете? Порой ловлю себя на мысли, что и я, собственно говоря, такой же, да. Если нету рейтингов, то игра в СНГ, ну, может быть, в каких-то исключительных случаях будет достаточно долго популярна. Но сейчас такое время, что надо делать рейтинги. Понятный какой-нибудь режим, типа, там, взорвать объект, как обычно, и припилить туда этот пришить рейтинг. И все. Как минимум за счет этого проект на старте не сдохнет. Но получилось, как всегда. Две карты, два режима, слишком малое количество игроков на этих картах, сратая оптимизация, и по чесноку не менее сратый геймплей. Слава тебе, господи, локализатор еще в связи с первыми фидбэками понял, что они свернули куда-то не туда. Поэтому, ребятки, на скорую руку организовали наборы президента. Я полагаю, свои деньги отбили. Ну, а потом началось ЗБТ, потом пошло ОБТ, ну и, собственно говоря, по-моему, про World War 3 уже все давно забыли. Забыто и всрато. Тут уж, извините меня, никакой милитари, никакой реализм, ни вот эта вот вся постсоветская атмосфера ни хрена не спасет. Нет геймплея, нет ничего. Как гласит просто охрененный девиз компании Activision, Blizzard, геймплей ферст. Геймплей прежде всего. Если этого нет, ничего другого быть не может. С некоторыми поправками. Как, например, футуризм не зайдет в СНГ. Уж извините, тут тоже надо учитывать. Вспоминается мне еще одна офигенная игра, где с геймплеем было все просто супер. Инновационная королевская битва под названием Total Lockdown. Поражала своей простотой, не знаю, интересом, какой-то аркадностью, живостью. Я общался с разработчиками в голосовом чате и вот честно им лично говорю, блин, у вас офигенная игра. Но вы понимаете, что на Западе там такая конкуренция, вас сожрут. Там многомиллионные студии, там, блин, бюджеты такие, что у вас студия даже близко столько не стоит. А вот в СНГ вы очень даже можете выстрелить. У вас уже определенная аудитория есть. Вам просто надо изменить хотя бы внешний вид персонажа и сделать их, ну, будем честны, реалистичными, а-ля милитари. Пусть недалекое будущее, но все-таки это были не гномы вот эти, а нормальные люди бегали. Я думаю, вас ждет успех. Ну, в ответ разработчики только удивлялись. Ну, почему не зайдет? Ну, мы так не считаем, ну, мы так не думаем, ну, надо пробовать. Ну, а почему не зайдет? Ну, почему не зайдет? И так все время, когда у нас новые разработчики в Варфейсе стали каких-то зайцев, клоунов и, я еще не знаю, инопланетян вводить, мы им то же самое говорили. Опытные игроки, задроты, киберспортсмены, не знаю, блогеры, они нам то же самое все время говорят. Ну, ну, почему не зайдет? Почему? И только когда, блин, уже они провели специальные опросы, получили фитблэк от всего комьюнити, блин, от каждого школьника, сука, вот они везде эти опросы сували. Только тогда не убедились. А Ларчик-то, оказывается, просто открывался. Оказывается, не надо так много людей. Можно просто опытных задротов взять, там, десяток блогеров, и они вам скажут, как надо быть. Не надо ничего изобретать. Вот это вот изобретение велосипеда, там, где он не нужен, особенно, когда вас заранее предупреждают, что, сука, вот здесь, вот в конкретно этих условиях это не сработает. То мой вам совет лучше послушайте. Что-то у локдауна, собственно говоря, я тоже давно не слышал. Хотя, честно, надежды подавал. Между прочим, не самые плохие. Не фонтан, но брызги были. Ну, братан, изначально надо какую-то цель ставить, правильно? Нацелились на Россию, нужен реализм. Нацелились на Запад, нужна фантастика. Всё же понятно, ты сам говоришь. Капчик, покорение западной аудитории, как я уже сказал, это как бы очень такая непростая миссия. Даже если у тебя есть бюджет, даже если у тебя есть графика, движок и так далее, вот не факт, что ты выстрелишь. Вот вообще не факт. На примере Rock Company это можем видеть. Но, я тебе знаешь, как скажу? Вот это вот, типа, западный игрок реализмы милитари не принимает, там, кроме какой-нибудь многомиллионной Call of Duty, а вот фантастика он в любом случае сожрёт. Ну, вот как мы видим по Rock Company и многим другим тоже неплохо, я думаю, если поискать визуально хорошо оформленным таким фантастическим шутанам, всё в том же стиле, там, ульта, способности, все дела, короче, мальчики, девочки, как бы, иногда, как бы, там, не совсем ни то, ни другое. Ну, в общем, не это, ты понял, да? Короче, и вот это тоже может не зайти. И при этом, при всём, может зайти вполне такой, знаешь, такой прям, знаешь, клюквой пропитанный, чисто вот постсоветский, сука, реалистичный, даже хардкорный шутан. Да, как ни странно. И примерами тому, друзья, PUBG и Escape from Dark. И некоторые скажут, ну, это же была революция в жанре. Да хрена лысого. Вот в каком месте PUBG был революцией в жанре? Королевские битвы существовали до PUBG, если вы не знали. Так же, как подкаты, сука, существовали до Warface, если вы не знали. Просто в PUBG это было лучше реализовано. Плюс там был, в том числе, вид от первого лица, плюс интересные модели оружия, и плюс, наверное, как ни странно, тот самый вот постсоветское пространство, реализм и так далее. И, блин, на Западе это прекрасно зашло. Как и Тарков. Ну, кстати, тут я в шоке, потому что я геймплея этой игры до сих пор не понимаю, вот что-то в сундуке копаться. Я, наверное, просто такой, знаете, вот под Питкович, ну, в душе, сука, до сих пор юношам. Надо на роки-джампах летать и стрелять, вот чтобы каждый, прямо вот, каждые две секунды была перестрелка. Иначе я начинаю засыпать. Ну, такой я человек. Но Тарков зашел. Причем он зашел больше на Западе, чем у нас. Их активных западных игроков намного больше, чем на СНГ. Без шуток, да. Это вот постсоветское пространство, вот этот реализм, вот этот весь. Никакой фантастики, нудность, сука, невероятная, да, с точки зрения, как вот читают некоторые наши разработчики, мы пойдем покорять Запад, надо вот что-то такое. Нифига подобного. Все прекрасно, все залетает. Я уверен, что это далеко не последний случай. Как и Call of Duty, например. Они же тоже в космос улетели. Future Warfare у них даже был. Так этот Future Warfare даже там на Западе обосрались. Катя, идите в жопу, блин. Это он, детям оставьте. Это вот детям, которые в Overwatch играют. Нам нужен реализм. Нам понимать, вот как в Modern Warfare было. Разработчики посмотрели, как и Call of Duty начинают продаваться. Одна хуже другой, хуже другой, хуже другой. А я сказал, извините, все, серия перезапускается. И в 2019 году выпустили Modern Warfare новый. И блин, он, сука, так взлетел. Он так грохнул. Он даже у нас залетел. У нас в жизни Call of Duty так никогда не заходило, как Warfare 2019 года, а потом Warzone на ее базе. Я вам говорю, как человек, который 5 лет играл в Call of Duty до того, как прийти в Warface. Обычный, качественный, хорошо проработанный милитари-шутер. И все. Еще одна проблема, то что разработчики очень любят вот это вот. Мы креативные, мы, сука, вот такое придумаем, что вот нигде такого не было. А вот у нас будет. И опять же, вы возьмите каких-то людей, реальных задротов, которые, понимаете, сутками где-то сидят. Таких задротов в каждой игре просто тонна. Найдите их, заплатите им вот себе, немного хотя бы, чтобы они вашу игру тестировали и откровенно вам говорили. Вот это вот, ойня полная. А вот это, бля, ну это вообще гениально придумали. Только так, знаете, без стеснений. А в итоге получается так. У нас вот одни разработчики разрабатывают игру 9 to 5. Я с ними поддерживал контакт, я потом их игру тестировал. Я сказал, ребят, честно, я не буду выпускать обзор на вашу игру, ну потому что, как бы, вы мне доверяли, я вам помогу, я просто не буду по ней делать видео, и всё. Я им честно сказал, а с кем вы советовались? А чё вы делали вообще? У вас же полный пиздец. У вас ни одного интересного режима. У вас слишком большие карты запутаны. У вас часть механик нахрен можно вообще убирать. У вас вообще неиграбельный проект. В нём нет абсолютно ничего, за что можно зацепиться. И все ваши потуги и идеи закончатся просто ничем. Они, конечно, мне написали, ну блин, Аркутайдин, да подожди, это же закрытая там альфа, это же только вот самое-самое начало. А мы же, это же как бы поэтому нельзя судить. Ну я чё, дурак что ли? Да там всё не так. Я им пишу, вот просто я написал, ребят, у вас вообще всё не так. Вот вообще всё. Это вообще неинтересно. Это вообще никак. Вот в это будет играть какая-то небольшое количество, скажем так, не буду никого обижать, но очень больших любителей. Вы этот проект даже не откупите. А изменить всё, вот прямо с нуля написать игру, вы всё равно этого не будете делать. То есть если вот у вас там вот эти все разговоры, ну это же типа, это же только во, это только альфа, бета, там не знаю, супер при альфа, это всё фигня. Если игра вообще никак играется, это полностью всрата на 100%, ну что вы будете делать? Как вы будете это исправлять? Вам надо заново игру писать, и всё. У вас все карты говно, и у вас механики говно, вот всё говно, вот сами идеи режимов говно, вам надо удалять все режимы, все карты, это, не знаю, там пару лет вашей работы и всё заново переписывать. Вы это будете делать? Да вы не будете этого делать. Ну и всё, как бы разговор окончен. GG 925. Зато вот другие ребята, они вообще велосипед не изобретали. Ну типа, как бы, мне даже вот ребята из 925 в плане, как вот творческие люди намного больше нравятся, чем эти. Но эти, сука, гении вот с одной стороны. Почему? Да они просто Counter-Strike пиздили и на мобилку поместили. Да-да, игра называется Stand of 2. При всём уважении, хотя в руках о уважении, ко всем фанатам Stand of 2. Ребята, ну это же пиздец. Это просто спиздить чужую игру, поместить её на мобилку. В этой игре вообще ничего, вообще ничего своего практически нету. Это, это, это полностью копипаст. Как на них в суд не подали и дело не выиграли, я до сих пор не понимаю. Такого наглого слизывания я просто в жизни не видел. Причём сделано, конечно, намного хуже. Во всём. Блин, залетела, сука, на ура. Там, по-моему, даже игроков, которые играют с компьютером больше, чем в Аффейсе, мне кажется. Вообще никаких своих идей. Исключительно проверенные временем решения. И всё. Ну это, знаете, как у нас один такой блогер есть. Не буду называть его никнейма. Ну он супер популярен. Он просто берёт чужие видосы с чужими идеями для роликов. Начисто их абсолютно копирует. Просто вообще ничего сам не придумывает. Хотя у него целая команда, блядь. И даже превьюшку делает похожую. Но ворует всё только большинство не замечали. Или чтобы никто среди блогеров не мог придраться. Потому что блогеру Америкосу или каком-нибудь итальянцу ему похер, что у него воруют там где-то в России. Прекрасно заходит, я вам скажу, просто на отличненько. Вот разработчики Stand of 2. Они вот гении абсолютно из того же разряда. Им так нравится. Ну моё мнение только такое о них. Что говорит о следующем? Для того, чтобы сделать хороший шутер, который однозначно своих разработчиков, который из постсоветского пространства, не оставит без хлеба. Всё, что нужно, это посмотреть на самые правильные решения в тех или иных шутерах. Это лучшие, самые популярные карты. Будь там Warface, Call of Duty, Counter-Strike, вот все такие игры. Crossfire. Особенно вот Warface и Crossfire хорошие примеры, потому что там уже как... Ну, онлайн ещё есть, но он не такой, скажем, высокий, как раньше. Хотя людей, в общем-то, хватает. И если там определённое количество режимов и карт вымерло, то остаются самые популярные. Вот тут прямо вообще, это прям идеальная вот инструкция, как надо делать. Берёшь эти самые популярные карты из этих игр, делаешь очень похожие, очень, сука, похожие. Чуть-чуть там меняешь геометрию. Пожалуйста. Вот если бы в своё время World War 3 вместо того, чтобы, блин, не сделать ничего, они бы просто вообще отказались от этих режимов и просто бы сделали командный классический сетевой шутер. Добавили туда бы ангары из Warface и Crossfire, которые, сука, 24 на 7 играются, даже когда онлайн не скелетом. Добавили бы подрывы из Dust 2 какой-нибудь, похожую карту. Немножко другую, да, ну, как бы, по мотивам, скажем так, или по мотивам D17 в Warface, допустим. Сделали рейтинги какие-нибудь и как бы всё, и пару мясных режимов, один режим с подрывом объекта. Для начала там, ну, 3-4 карты, не больше, и рейтинги туда. Всё, у людей есть всё, понимаете? Вот это обычным пацанам зайти пиво попить, побиться на ангарах, идеально, всё, уже онлайн растёт. У кого кто любит линейки, как бы, готов задротить, да, он пошёл на рейтинги. Замечательно, всё прекрасно. При всех косяках там, в стрельбе, в механиках, мясо есть, рейтинги есть. Тут можно порезвиться, тут можно как бы линейкой померить, у кого больше. Карты офигенные, блин, очень похожи на те, что мы раньше видели. Интересно, а почему они так похожи? Не, они вроде другие, хотя вроде бы почти как те же. Блин, блин, какие они молодцы. Реализм, понимаете? Прямо вот, клюква, мужской стиль. Вы знаете, вот у такого шутера, даже вот у World War 3, если бы вот такой подход был к переделке проекта, хоть какая-нибудь аудитория, хотя бы небольшая, даже если всё равно было сыро, срато и мало контента, он бы, во-первых, денег больше уже принёс, в СНГ бы он даже был в какой-то степени, хотя бы в какой-то, уже был бы популярен, а на Западе тоже имел бы какую-то аудиторию. А не получилось бы так, как всегда. А всё-таки, братан, жалко, что у нас фантастика не заходит. Правда? И вот тут ты опять, капитан очевидность, не угадал. С фантастикой всё не так плохо, на самом деле, на постсоветском пространстве. Первое, мы уснили себя, что оказывается на Западе такой советский постапокалипсис или реализм, или вот это всё. На самом деле, в принципе, по примеру того же Таркова, PUBG или какой-нибудь Call of Duty Warzone очень даже любят. Аудитория там, может, не такая большая, как у фантастики, но она есть, и ей просто надо угодить. И для этого делать бластеры и джетпаки летающие, всякие там, добавлять способности из Доты 2, никакой необходимости нет. Что касается фантастики, говоря, что наши люди не любят фантастику. Ну, во-первых, как бы, есть такие, как я, как бы, да, как я уже говорил, с пивом, такие старые подпивасы, но я вот люблю фантастику. Мне Rock Company нравился, мне нравится Shatterline. Но я-то понимаю и ориентируюсь на всех. Большинство нас не любят вот это космос, вот это всё, да, там, вот, Звёздные войны нам неинтересно. Ну, не про фильм говорю, да, вот условно, вот, в играх. Нам это неинтересно. Это правда. Нашей аудитории нужен а-ля реализм. Но не весь. Можно добавить фантастику, которой мало. Не только в нашем геймдеве... Да в нашем, по-моему, его почти нет, если честно. В западном геймдеве даже этой фантастики мало. Это, скажем так, теории заговора и вот такая условно военно-полуреалистичная фантастика. О чём я говорю? Ну, например, об опытных образцах оружия, которые когда-то создавались, но так и не поступили на вооружение. Там, сука, реально настоящая фантастика просто существует. Вот это, например, друзья, вы думаете, это что, какой-нибудь скин из Валоранта? Ни хрена вы не угадали. Это автомат конструктора Коробала, который работал ещё, по-моему, с начала или середины 60-х годов. Это, кстати, первый экземпляр опытный автоматического оружия системы Булл Пап. Вообще, сама система появилась, если не ошибаюсь, где-то, по-моему, в Прибалтике. Ну, и что, если что, меня поправите. И эта система изначально была на снайперских винтовках. По-моему, даже на противотанковых ружьях. Но именно Коробов был первым человеком, который предложил использовать эту систему на оружие автоматическом, штурмовом. По самым разным причинам автомат на вооружение но от этого он не стал какой-то выдумкой или фэнтезийной моделью оружия из Валоранта, которое, опять же, у нас на постсоветском пространстве не заходит. Это реально существовавший автомат, который вполне-таки неплохо стрелял и имел, кстати, по мнению некоторых экспертов, очень даже неплохие преимущества. И на самом деле, как некоторые считают, вообще оружие Коробова заслуживало внимания и зря его не выпускали. А вы вообще представляете, сколько у нас целевой аудитории, которые, приходя с завода, смотрят на какую-нибудь военную тайну Прокопенко, допустим, да? И вот слушают, это всё видят. А вы представляете, скольким из этих людей было бы приятно увидеть вот эти вот автоматы, которые забытые многие, да, которые видели только в каких-то там передачах про вот как оно было в Советском Союзе, в игре. А вы представляете, сколько стоит лицензия на этот автомат? Она может вообще ничего не стоит. Это же не автомат Калашникова и не М-16. И у меня вот вопрос, а почему у разработчиков, не только у отечественных, но порой и у зарубежных, у большинства не хватает воображения? Вы же вроде как по все послушать, вы креативные. А почему, вот почему он не креатив добавить автомат Коробова в игру? Это же гениальное решение. А почему не добавить вот это вот всё? Нет, друзья, это тоже не какая-то фантастика. Вполне существовавшие опытные образцы оружия. Обратите внимание, большинство из них выглядит вполне реалистично. Необычно, да. Ну, сука, интересно. Вот серьёзно, я бы в такую игру, где кроме обычного оружия вот этих всей, АК-47, М-16, было бы такое. Можно даже отдельную категорию оружия делать. Совершенно секретно. Блин, да это бомба. Я бы, наверное, только часами читал описание к этому оружию. Это, сука, целое оружейное, блин, в игре. И вот расскажите мне, это неинтересно? Это не зашло бы нашим, вот, СНГ аудитории, не зашло бы? Да я вас умоляю, это бы жрали такими черпаками, что ни одна Call of Duty и Warface рядом не стоит. Опять же, фантастику у нас не любят. Смотря, опять же, какую фантастику. Хотите сделать в той или иной игре, в том числе, скажем, кроме каких-то классических режимов, королевскую битву, но так, чтобы всех удивить, это было необычно, интересно, завораживало. И с элементом фантастики. Вот прям сейчас вам расскажу, как это делается. Точно так же, там где-то кого-то высаживают, зона, зона сужается, только вот за зону ты зайти не можешь. Потому что ты моментально, как только зона до тебя дошла, вот чуть-чуть пяточки коснулась, ты умираешь. Почему? Да потому что земля там обрушается, вот просто идет обрушение земли, вот туда все, песок, земля, все вниз падает, на огромную глубину там все перемалывается. Дома, деревья, все сжимается, потому что идет землетрясение с провалами земли. Вы скажете, как так, это нереалистично? А я вам скажу, очень даже реалистично, все в духе той же вот этой военной тайны Спаркопенка. Потому что, когда наши бойцы высаживаются, и буквально после того, как они там заултались, спустя минуту, поступает такое мощное сообщение и даже на некоторое время срабатывает сирена. Внимание! На территории проведения операции зафиксировано действие тектонического оружия. Это же охренеть просто, ребята! Это не какой-то космос, это не какие-то, как у нас говорят, лазерные свистоперделки. Это тектоническое оружие. Секретные разработки, которые якобы велись на территории Советского Союза и Соединенных Штатов. То есть оружие, которое способно воздействовать на, скажем так, природу Земли. Немного меняя те или иные параметры, может вызывать землетрясение. Или, например, как бы поговаривают, ну опять же, это все теории заговора, я вот честно не особо верю, ну блин, это интересно послушать, правда. Да, то есть говорят, что у американцев есть какое-то оружие, которое способно вызывать там на определенных территориях в мире там наводнения, например, или ураганы. Звучит, ну реально, фантастика. Ну блин, это не фантастика с космосом, это нашему человеку в пипец как зайдет. Я вам больше того скажу. Это на Западе, знаете, как зайдет? У них вот эти теории заговора, секретное советское оружие, там тайные разработки, это намного популярнее даже будет, чем вот эти вот суперперсонажи с суперультами из Апекса. И, сука, я обычный блогер, я до этого догадался. Почему вся игровая индустрия до этого до сих пор не может прийти? Тут ничего гениального нету, вот такого сверхъестественного. Тут все просто, вот все гениальное просто. Оно у вас прям вот перед носом лежит и товарищ Прокопенко каждый день вам с телевизора рассказывает. Он прям, знаете, вот она рассказывает когда-то в Советском Союзе там. Ну, я особо его, честно, смотрю, не знаю, как копировать. Так пару раз видел. Ну, блин, интригует. Я понимаю, что это сказка, но, блин, интересно, да, прикольно. И вот, знаете, я вот так вот по-другому. Он говорит, но загадками, а я вам перевожу. Разработчики, перестаньте заниматься хуйнёй. Делайте что-то интересное. То, что пипл хавает. Они вам ещё и спасибо скажут. Делайте простой, нормальный шутан для мужиков. Его схавают и американские мужики, и немецкие, и даже китайские. Всё, что нужно добавить, это совершенно секретные разработки Советского Союза из Соединённых Штатов времён Холодной войны. Вот именно об этом он всё время вам рассказывает. Уже огромное количество лет. Я не знаю, сколько там эта передача выходит. Но почему-то нет. Мы в космосе, сука, подадимся. Опять же, я совершенно не против космоса. Я фанат Dead Space. Я фанат всей трилогии Mass Effect. Обожаю эту еду. Ну, потом уже я не считаю Mass Effect, там только трилогия. Вот первая, вторая, третья. Я люблю Apex Legends. Но, дорогие разработчики из СНГ, дорогие Алодусы, которые пытались, но, слава богу, сейчас не пытаются превратить в Warface в очередной Apex. Первое. Это нифига не обязательно. Вот как мы видим по примеру некоторых. Это нифига не обязательно. Даже на Западе, если так подумать, у них сейчас кризис. У них все подались в фантастику. И вот, как ни странно, у них сейчас реально реалистичные шутаны тот же Тарков из никому неизвестной России. Ну, где-то Россия известна, но суть не в этом, да? А малоизвестная, тем более на Западе, студия Battle State Games прекрасно, сука, залетает при полном отсутствии каких-то космических объектов. Это первое. Вот эта вот попытка. Мы вот сделаем игру для всех. Да вы можете реалистичный шут или там псевдореалистичный сделать для всех. Он прекрасно на Западе зайдет. Это первое, что надо понимать. Второе. Если вы разработчик с СНГ, ну, блин, ребят, ну, честно, без обид, делайте в первую очередь с прицелом, что вот этот продукт кушают здесь. Почему? Я вам объясню. Вы можете сделать хороший шутер. Фантастический, сука. Будет все, что угодно. Космос, бластеры, все, что угодно. Ну, честно, вот, просто я понимаю, что вы гениальны все, как бы, да, все Илоны Маски. Давайте вот будем честны. У вас есть такой бюджет, как у компании Activision Blizzard? У вас есть такой бюджет, как у компании Electronic Arts? Вам выделят столько денег? У вас будет на каждую анимацию приходить какой-нибудь специалист, какого-нибудь там военного ведомства вы будете его нанимать? И он будет правильно двигаться, правильно ходить, все, у него будет куча датчиков и так далее. У вас будет миллионы долларов на спецэффекты? Нет, не будет? Вы, правда, собираетесь кого-то удивить? Ну, сделайте вы что-то плюс-минус нормальное. Ну, что-то плюс-минус, там, похожее на Call of Duty, там, на Апекс, на что-то такое. Но даже если вы это сделаете хорошо, вот, по чесноку, да, вот, футуристичное что-нибудь, вообще не факт, что оно на Западе взлетит. Что я говорю, на Западе такая конкуренция. Там таких, как вы, знаете, сколько? Мормок, вот, блин, это, это просто вот, да как у нас у блогеров, появляется какая-то интересная тема, там, появляется какой-нибудь Мормок, и 150 человек пытаются вот что-то за Мормоком повторить. Я говорю, ребята, вы можете делать как Мормок, но вы делаете что-то похожее на свое. Потому что то же самое, как Мормок сделать, это вот, ну, это не зайдет, это зашло один раз. Все. То есть, как бы, шанс того, что вы где-то пробьетесь, нет. Может быть, вы что-то похожее, но вот все равно будет намного хуже по активности. Все. Так и в индустрии, вы понимаете, второго Апекса сделать не получится. У них там, блин, многомиллионные проекты всякие, там, проваливаются один за одним. А вы решили вот с нашими бюджетами отсюда вылезти, туда пойти, как бы, и завоевать аудиторию. Нет, может быть, может быть. Но вы все вот пытаетесь на них, типа, у нас тут мусор, а не люди. Да, у нас другие вкусы у людей. Да, они там не принимают фантастику. Но это никто, это вот наши разработчики, ну, у них это не зайдет. Ну, блин, Battlestead Games с Эхтарковым расскажите. Они просто все сделали правильно. Мне не нравится, честно, абсолютно. Но они сделали правильно. Они придумали всего один режим, но оточили его. Они, они просто сделали, просто, они ничего гениального не сделали, по сути, вот. Ну, режим есть. Но до них, по-моему, тоже эти вот, тема рейдов была. Они сделали один режим, они сделали реализм, они сделали вот этот суровый, знаете, там, мат, и вот это вот все в игре, вот эта атмосфера какая-то. Они, собственно говоря, эту игру сделали много лет. Это ведь, по сути, та же Contract Wars. Вот один в один, там даже графика та же. Они эту игру много лет читать и разрабатывали. Вначале это был командный сетевой, потом у них этот Хайро Топс вышел, потом оптимизация, куча проблем. В общем, там они ошиблись, честно. Потом вышел Тарков. И вот этот Тарков прекрасно при всём своём вот этом постсоветском антураже, серости, как у нас говорят разработчики. Ой, но на Западе это не залёт. Залетело прекрасно. Более популярен, чем у нас в России. Серьёзно. PUBG. Вот реализм у них не заходит. Да что вы говорите. PUBG расскажите. Причём, по моему мнению, PUBG по-моему ещё более всратая, чем Тарков. Почему? Потому что там, сука, я не знаю, там деревянные картонные персонажи, вот эти движения, анимации, это лютый пиздец. Это такой вот инди-уровень. Да нет, прекрасно зашло. Людям нравится. У них оказывается много любителей реализма, как у нас. Много, полно. Да хренище. Чё у них? Арма непопулярна. Популярна. Call of Duty, Modern Warfare менее популярна, чем в прошлой космической части. Да наоборот, более популярна. Люди, наоборот, хвалить их стали. Их люди, не наши за то, что они сделали нормальный милитари военный шутер. А современные разработчики, даже наши уже, подались туда. Ну, мы хотим делать розовых кроликов с ушами, да, которые будут стрелять с гипербластеров. Да я понимаю, что это прикольно. Может, мне нравится. Но если вы думаете, что мир состоит исключительно из вот этих кроликов гипербластерами, или что этих кроликов не любовь какая-то есть, только у нас, да вы ошибаетесь. Оказывается, солдатов брутальных с автоматами Калашникова очень любят вот там, за бугром. Там очень большая аудитория, на самом деле. Вот именно так, да. Без всяких проблем. Оказывается, жанр в себе еще не изжил. И оказывается, если так подумать, вот именно эта ниша, она меньше всего сейчас занята. Потому что кроме Call of Duty, Тарковой, поджид, там ничего нет популярного. Вот просто ничего. Пустота, ниша, свободна. Сейчас такое время в космос устремились все. И вот кому не лень, кто не дурак сейчас, вот эту нишу занимает. Свободную, освободившуюся. Даже в СНГ, где популярность в Warface уже упала, плюс там появились зайцы с гипербластерами, вот ниша, свободно заходите. Вот. Если вы этого не сделаете, это сделает просто кто-то другой. А вы потом будете играть в догонялки и делать пародии. Братан, я так и не понял, а в чем смысл этого видоса был? Ах, сука, заебешь ты меня, полудурок. На тебе твой полтинник и иди давай, занимайся своими делами.